Всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал RootCenter. Сегодня мы поговорим о том, как продвигать сайт в поисковых системах Яндекс и Google, а также что такое SEO-продвижение и что нужно сделать для того, чтобы поднять наш сайт в поисковой выдаче. SEO Search Engine Optimization — это специальные действия, направленные на улучшение позиций нашего сайта в поисковых системах по необходимым для нас поисковым запросам. Такой вид продвижения позволяет привлечь целевой трафик на наш сайт, также повышает продажи и способствует повышению узнаваемости нашего бренда. Во-первых, самое важное и первостепенное, что нам нужно сделать — это сделать наш сайт максимально удобным для наших пользователей, чтобы они могли быстро найти то, что им нужно и зачем они пришли на наш сайт. Также очень важно наполнить наш сайт полезным и понятным контентом, который соответствует тематике вашего сайта. Помимо всего этого, популярность нашего сайта также зависит от того, сколько сторонних сайтов на него ссылается, то есть есть ли ссылки на наш сайт на сторонних ресурсах. И чем больше ссылок на сторонних ресурсах, которые ведут на наш сайт, тем выше наш сайт показывается в поисковой выдаче. В RoCenter есть специальная услуга SEO-продвижения, которая размещает ссылки на сайт клиента на сторонних ресурсах. Система автоматически подбирает ключевые слова и страницы для продвижения вашего проекта. Поисковые системы анализируют количество внешних ссылок на ресурс и повышают его в поисковой выдаче. Давайте теперь на практике рассмотрим, как все работает и как заказать и настроить услугу. Для начала нам нужно зайти в наш личный кабинет. Я уже зашла в свой личный кабинет. И здесь, с главной страницы сайта, нам нужно выбрать вкладку сайты. И здесь мы видим раздел продвижения сайта и SEO-продвижения. Нажимаем на него. Мы попадаем на страницу с подробной информацией об услуге. Вы можете еще раз прочитать, как работает услуга. И для того, чтобы ее заказать, нам нужно нажать на кнопку начать продвижение. У нас пока нет проектов, поэтому нам нужно нажать на новый проект. И сейчас мы будем создавать проект для того, чтобы продвигать наш сайт. Обратите внимание, что для продвижения одного сайта нам нужен один проект. В рамках одного проекта мы можем продвигать только один сайт. И первое, что нам нужно сделать, это придумать имя проекта. Имя проекта может быть только латинскими буквами, а также может включать в себя дефис и цифры. В нем не должно быть пробелов. Ну, допустим, давайте выберем имя, веб-сайт промо. И поставим циферку 1, потому что, допустим, это первый наш проект. Нажимаем создать. Переходим на следующую страницу. И что нам нужно сделать? Нам нужно здесь указать сайт, который мы планируем продвигать. Ввожу сюда адрес сайта. И дальше нам нужно выбрать регион, откуда мы хотим привлекать пользователей. Обратите внимание, что здесь можно выбрать только один регион. Если вы хотите продвигаться в нескольких регионах, то вам здесь нужно выбрать самый конкурентный. Так, оставлю Москва, потому что отсюда мне нужны пользователи и нажимаю Далее. Теперь система нам подгрузила ключевые слова. Иногда это может занять до 1 минуты, но, как мы сейчас видим, система все сделала очень быстро и подгрузила ключевые слова. Нам нужно выбрать ключевые слова, релевантные для нашего бизнеса. Допустим, выберу вот это ключевое слово, вот это. Так, если вы видите, что вам не хватает ключевых слов, то вы можете нажать на кнопку «Подобрать еще», и система вам предложит дополнительные варианты. Дальше вы можете их выбрать и посмотреть, подходят ли для вас эти варианты. И также можете подобрать «Еще». И в тот момент, когда у системы уже не будет дополнительных вариантов, а если вы подумаете, что система что-то упускает, то вы также сможете ввести слова вручную, вот как, например, здесь. Я могу нажать сюда и добавить слова вручную. Дальше внизу мы можем видеть, сколько мы выбрали ключевых слов и сколько примерно количество посетителей мы будем получать на наш сайт благодаря продвижению. Стоит обратить внимание, что чем больше ключевых слов вы сейчас выберете, тем больше посетителей вы получите на сайт. Ну, я пока оставлю восемь. Ну, допустим, давайте еще выберем два и посмотрим, что сейчас должно увеличиться количество посетителей. Нет, количество не увеличилось. Вот, мы выбрали еще одно и количество увеличилось, поэтому ключевого слова. Отлично, нам пока достаточно. Убираем «Далее», нажимаем на «Далее». Здесь система нам показывает минимальный бюджет, который нам потребуется для продвижения нашего сайта, если мы заказываем услугу на 9 месяцев. Если вы хотите скорректировать бюджет, то нажимаем вот сюда и дальше вы здесь можете изменить то, насколько вы хотите заказать эту услугу. Вы можете вот так вот взять за ползунок и выбрать то, насколько вы хотите заказать. Допустим, вы не хотите на 9 месяцев, но хотите на, допустим, 6 месяцев. Дальше внизу вы увидите актуальную сумму, которая вам понадобится в месяц на оплату этой услуги. Если вас устраивает, вы можете нажать «Сохранить» и оплатить уже другую сумму. Последнее, что нам остается сделать, это нажать на кнопку «Далее» и оплатить нашу услугу для того, чтобы система начала продвижение нашего сайта. После совершения оплаты рекламная кампания будет опущена автоматически и система начнет работать над тем, чтобы повышать позиции вашего сайта в поиске. Дальше вы всегда сможете найти услугу SEO-продвижения в вашем личном кабинете в разделе «Услуги» и здесь мы видим SEO-продвижение. Обратите внимание, что продвижение будет максимально эффективно при регулярном использовании сервиса, а приостановка работы сервиса может привести к ухудшению позиций сайта в поиске. На этом все. В этом видео мы рассмотрели, что такое SEO-продвижение, от чего зависят позиции вашего сайта в поисковой выдаче, а также как настроить услугу SEO-продвижения для того, чтобы повысить позиции вашего сайта в поиске. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, то пишите их внизу под этим видео. Всем удачи, всем пока!